Если ты противишься дальше, написано в кораблекрушениях и терпели в мире. Никак не можно сказать, что люди, которые были наркоманы, вот они работали над ними, стали нормально жить, это своим. Своими силами это не сделать. Никак. Бог, но через это Бог тебя приближает к церкви, а не от церкви. Он придет за церковью, а не искать по закоулкам где-то. Поэтому я стою на том, что Бог дышит не все, где хочет. Как ему угодно, и нам нельзя ему диктовать. Мы хорошие, как старообрядцы везде, только мы и никого больше. Мы сейчас были в них, говорят, какая комната, чтобы с нами вы не осквернились. Да нет, она оказалась еще этого не признает. Женщина молодая, молодежная 96, может когда-то придется быть на Симске. Ну это снаха Александра Ивановича. Ну вот все, отец. Мы даже к вам в дом можем только заглянуть, но нам делать уже нечего. Нам нужно уже срываться и уходить. Торот. Да, мы торопимся. Торопимся в библиотеку и сразу уходим. Ну а что мы с вами будем? Да вам отдыхать надо, в такую заль. Мы, собственно, здесь на свежем воздухе переговорили. Теперь скажите мне что-нибудь. Сказать? Ну, в первую очередь обличительное. Чтобы я стал другим. Я не хочу погибнуть. Ни взирая ни на возраст, ни на что. Прямо своими словами. Чтобы я уразумел, понял и склонился. Любимый раз. Хотя и не общались в последние годы. Очень любит. Спасибо, с вами. Вам от всех поклон. Кого я видел, кого знал, домашняя батюшка. Ну заехайте к отцу Геннадию. Его дома нет. Но в Красноярске у родителей до Бунова Игоря останавливались. Его нет. Мы посмотрели путь наш точно 25-го. Созвонили еще раз с Марфой. И мы решили так. Распорядок. Да, там во сколько библиотеку. Подошли. Библиотека через два часа. Там зайти. Давайте сюда. Нет. Давайте зайдем. Там еще один дверь. Охранник вызывает. Который через два часа. Я говорю, нам некогда. Она говорит, есть другая библиотека. Которая идет. Она раз, лета на телефон. Она говорит, Галя. Там приехали сзади. Она зашла. До того расположенная она. Там в библиотеке. Вот смотрим сейчас на Мусинск. Мы свободны. Мы сразу плакали. Вот одно с другим. Такие сочленения. Неожиданные повороты. Даже домой. Идет ехать не охота. Ну вот так. Вот это все, что есть. Постарайтесь занести их. Давай. Давай. Они возьмут. Это значит. Так. Вот тут написано сколько. Сколько надо было. Триста тысячи. В каждой коробке 352 км. Иван. Продолжение следует... 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 Это для всех буддисты, какие не были от первого Адама до последнего. Бог поднимает нам голову, помышляйте, ищите горнего. Это вторая закладка. И третья, белая, великий белый престол, Откровение 24. И перед ним присланут все мусульмане тысячу лет назад и сегодня и всегда. Это вне национальных флаг. И такого флага в мире никогда не было и нигде нет. Я просто говорю об этом и пока-то это что-то, незримая проповедь для русского народа. Какая-то особая милость. Вот выступает 750 офицеров. Это число. И у всех ошибки. Ни один не может идти, никто не знает этого. Я вспоминаю еще запись, когда уже отделение-то произошло, Россия и прочее. Первый раз вывесили на Кремле флаг. Борис Николаевич подошел утром, глянул. Да как же ногами же висит-то. А его говорят, Борис Николаевич, да никто ничего не понимает. Все решают, что народов сях-то перепелизгивают. Я некоторые видел, они перевернутые и не знают. Выше всего над всем великий белый престол, от лица, которого бежала небо и земля. Я это докажу, покажу. Я не в таком порядке расположен. О красной черте Митскевич пишет, что земля пропитана от коры до центра. Но это и так понятно. Как это может быть? Но главное, на государственном нету там ничего. Просто трехсветный, трехколорный и все. Как? Именно. Вот посмотрите. Ну я знаю флаги древние, отдельных княжеств, в разных консультациях. Ну там если Ружская область, там черная полоса уголь добывает, промышленность. Если там ходь бежит, значит там что-то разводят. Ну у каждого, нигде нет такого флага, который ни о чем не говорит, просто полосы. Просто говорит о том, что мы согрешили, водами все умирают, все в крови. Вторая полоса о том, что есть надежда, спасение в надежде. И мы молимся, простираем руки. Это, ну вот я считаю, молитва трех ступеней. Первая молитва просительная, мы тут захлебываемся. Это дай, дай, благослови. Вторая молитва, переходим на ступень благодарения, что мирное продолжается. И третья, архангельская песня славословия. И вот это я закладками даже пытался это выразить. Кто будет, скажите, скажите, даже в это я старался маленечко ущипнуть. Потому что слишком уж привязано все к земле. Ну вот так, отец. Тебе не говорить, когда ты... Я просто уже, ну, неразновение такое имею, что сказать людям о том, что видно и непонятно. Почему я, когда в библиотеке бываю, говорю, я ставлю библиотеку на первое место в городе, не администрацию. Без просвещения народа, гибель народу. Ну, пророк Костя не говорил бы эти слова. И просвещение, конечно, божественное. И вот сегодня были, говорили, главное это, кто Духа Христового не имеет, тот и не Его. Никакие знания, никакие звания. Нам ничто не поможет, если мы будем по своей прихоти. Ну, можно многое знать, можно быть культурным. Ну, это разные вещи. А как вы это узнаете? Мне не дано это узнавать. Я этим живу. А как я буду узнавать? Я знаю, что все это познется в молитве. Если у тебя нет молитвы, то... Ну, тебя служил в морфлоте. Коротко, это МФ. Запомнил. Ф, это глухонимые показывают. М и буква Ф. Я выступал в печати. У меня регулярно было. По радио, по телевидению. Отрезал. Я писал стихи. Здесь 3467 моих святого ритм. Перестал. В церковь говорил 4 профни в минимум. В неделю. Перестал. То есть я все оставил. Теперь осталось МФ. Молитва и форум. А что такое молитва? Эпиграфом для меня сейчас является 118-й цалум, 164-й стих. Семикратно в день. Прославляю тебя со святой правды твоей. И в это я... Когда уже я вошел полностью, для меня просто... Я не могу уже двигаться без этого. Ну, не хочу. Совершенно все тогда отрезаю. Ничего не должно быть. А что такое разовая молитва? Разовая молитва у нас так. Божий милостив. Сами небесные три святые. И сто поклонов. Сто поклонов. Кто может земли? Кто? Что сто поклонов означает? Десять Иисусова. Десять Богородицы. Десять Ангелу-Хранителю. Иоанну Крестителю. Иоанну Чудотворец. Всем пророкам. Ангелам, Архангелам, Университетам, Силам, Мученикам, Святителям, Женам и Девам. И таких должно быть не менее семи, не считая утренние вечерние молитвы. Ну, и выходят и ночные. А сколько занимает? От семи до десяти минут. Вот в прошлом году меня нанимал один верующий, двух братьев работает. Ну, бесплатно. Маленько он заплатил. Я говорю, условие только одно. Чтобы они имели возможность через час становиться на молитву. Так и я сам с ними буду. Другого нет. И поэтому в нашем, вот в общем, в некотором смысле она молитвенница. У меня эти заказы, молитвы. Там Австралия, и Португалия, и Испания, и Америка звонит. Я говорю, что у вас молиться некому? Что-то прям, ну, звонят. А мы слышали, вашу молитву отмечают. А как вы узнали? Ну, в прошлый раз вот там погибал ребенок, вы только помолитесь, у нее температура. Я знать еще не знаю этого. Вот она просит, единственное, внук, на операцию. Ну, помолитесь, Германия. Я говорю, а вы чего ждете? Я сейчас начну только молиться, я не кончу молитву, а ребенок умрет. Как так? Так я же прошу воли Божьей, если лень это не прошу. А кем он будет, я не знаю, как Фома говорит, они будут негодные люди, поэтому лучше вам разойтись заранее уже. Долгое молчание. Ну, помолитесь. Согласны, воля Божьей исполнится, да? Проходит сейчас операция успешно, и все. Какая она моя молитва? Откуда мне судить? Я знаю, я обязан. Я обязан просто, я это делаю. Поэтому для меня сейчас главное, так что некоторые даже судят, но ты застрял в интернете. Я не застрял, я оставил, уехал и все. Но там выстрелили, допустим, форум. Это 1300 тем. Об ННН все. Там масса выступлений Осипова, Андрея Кураева. По каждому. Патриархов. Я никого не зазираю. Есть такие отличные проповедники. Они у меня там стоят, говорят. Они даже не узнают, какого они направления. Но они говорят о покаянии. О том, чтобы жить по Евангелию. Вот этот обман, который царит. Приходит только зафиксироваться. Я был, называется, автограф получить, как у отца Дмитрия. А они не православные. Но они говорят хорошо, и я стараюсь воспользоваться этим. Так что молитва и форум для меня сегодня, ну, то, что в Марфолоке было. Так вот. Ну, отец. Мы благословимся в Узю. Ну, давайте, загляните все-таки. Давайте. Тушите все, пожалуйста. А, вон, теперь. Так, здесь мы. Нет, мы ничего не будем. Вы сотворите молитву, благословите ему уши. Так, пойдемте туда. Пойдем. Так, пойдем. Так, пойдем. Так, пойдем. Так, сюда скажите, на второй этаж. К нам, на две деревни, в священники приезжают. На берег Христианский, вот этот, в локации, на танцах. Я недавно снял себя, перетащил ваше обещение. Да, там, где-то в Москве вы идете беседовать. И вы на моем форуме. Современный. Так, держать. Это нам. Спасибо. Так, я положу шапку. Заходите. Ну вот, здесь мы сейчас живем. Ага, так, еще не быстрее. А, свет, да. Есть или нет? Так, заходите. Эти могут снимать, чтобы мы оставили. Да ничего, ничего тут. Ага, заходите, Молит. Заходите быстрее, сюда. Царю небесную тешите вы души внести. Ты же везде сын и вся исполняй. Сокровища благих и жизнеподателей. Приди, селися он и очисти на всякие скверны. И спаси благослови души наши. Господи Божий наш, хвала Тебе и благодарения. Вечному и живому Богу. Ты простираешь милости свои над нами. Ты даруешь нам свет, жизнь и изливаешь божественную свою любовь. Господи Божий наш, благодарю Тебя и за тот благозволенный час, когда много лет тому назад я вошел в дом, раба Твоего, Игнатия, и открыл Ты мне свет истины Твоей. Слава Тебе, Боже наш! Ты благословляешь пути всех, боящихся Тебя. Господи, благослови и путь, и труды, и проповедь, раба Твоего Игнатия. Благослови и работа Твоей надеждой. Благослови и братьев, окружающих Игнатия, и сопутствующих Ему, и сослужащих вместе с Ним Тебе. Благослови, Господи, и наш путь, и наше служение. Святые Ангели, Хранители, ограждай нас, покрой нас, Пресвятая Богородица, покрой нас честным Твоим мафором, милостью и молитвами Твоим. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Слава Тебе за все, во веки! Аминь. Простите, моя Сотница. Благословитель путь. Вы всегда в наших молитвах. И дня не было, чтобы мы не вспоминали, не радовались. Так. У меня неприятная залога была одна. Маленькая. У меня сотница, детская щетка была. И при разгрузке где-то она у меня выпала. У вас, случайно, стареньких какой-нибудь нет? Только сотница. Может быть, в храме есть продают. Есть ли? Щетки. Вот такие вот, на сотницу. А то, на 50 у них есть. Чтобы 100 было. Таких нет, это 50. Это 50. Это 50. Это 50. Это 50. 50. 5 по 10. Я поискал Мы в этой суете Сейчас-то разгружаемся Она у меня из кармана, видимо, здесь выпала Мы едем дорогой Машину останавливаем И становимся на молитву около машины И особенно, где мусульмане Они раскладываются и мы А это сотка Так, на, не стой Мы их сделали Сотка Ты мне благословляешь? Да Ну, это вообще И она очень похожа на мою Отец Благословим ее Вот это вот я сказал разовое По сто поклонов Иногда получается, ну не меньше семи До восемнадцати раз Я патриарху это все написал В нашей молитве До восемнадцати раз в день бывает и молитва Мы желаем, чтобы вы тоже спаслись Чтобы вашим именем люди не прикрывались За все придется отвечать Что натворили рукоположенные тобой Как Златоуз говорил Вы в наших молитвах Ну, смотрите Все же гибнет Хотя вы и сознаете Начало всего, что духовное развалено Но выход-то есть Но почему они лютуют Архиереи, священники Когда лучшие друзья Еще мы вообще найти нельзя Мы уходим Люди идут в храм Всех до одного Мы никуда не направляли ни разу А только патриаршие храмы Как можно воевать? У них боязнь, что какие-то я заработки откину Так я ухожу и ухожу навсегда Тем более мы ни копейки не берем Мы только отдаем Я говорю, только за два года Немножко больше Я пожертвовал клик на один миллион сто тысяч Чем вызвана их такая лютка? Я-то знаю, на каком уровне Эта ненависть она заложена Но вы же патриарх И вы же можете пристроить их И вы говорите о благовестии Тут я могу вам оказать большую помощь Тем более, я говорю, вы моложе меня возрастом Приезжайте, мы любим и ждем вас Некоторые считают это наивностью Но если бы я был патриархом Я говорю, имя свое не стал бы менять Я назван 10 июня по новому стилю В честь Игнатия Ростовского чудотворца Ну а стал бы в честь Игнатия Богоносца Буду на игру как патриарх Ну и постарался первым делом Найти убежище Спрятаться Значит церковная мафия к вечеру меня уничтожит Как газете писали Самое страшное, что у нас это церковная мафия В каком виде и как уничтожаются люди Я прочитал, ужас пришел Я знал, знал, как святого Венедикта В простору я подложили А ворону унес ее в житие святых И поэтому Это игра, что у меня Но я не патриарх Я знаю конкретную программу Я знаю, где замки продаются Закрыть храмы И начать катехизацию Я знаю, как они вас душ отдают Как Андрей Кураев за вас заступился А то у меня все перенесено На моем форуме есть Жизнь живем один раз Мы еще думаем, это всегда будет так И опять налил и попов поднимут Какую ненависть в народе это вызывает Когда мы далеки от народа Народ только тогда к нам близок Когда мы близки ко Христу Народу у них храм и купола Как Кукша говорил Будут золотить и ходить к них нельзя будет Нам Христос нужен Люди Христа не знают Как этого можно не видеть? Вообще не знают Я вам рассказываю Вот крестят Двоих А там батюшка в алтаре Ну это в Тобольске Пока зашел священник там мазать то, что надо А я подошел к ним Ребята, а почему вы креститесь? Молодые ребята Бабушка сказала Надо креститься, я в армию иду Я говорю, а ты почему? Ну это мой товарищ Я говорю, а кто твой Христос? Он говорит, а кто это такой? Ну какой-то инопланетянин, наверное Батюшка заходит А о чем вы говорили с ними? Я говорю, батюшка, так они Христа не знают Он зашел А о чем мне теперь будет? Он же, наверное, архиерею расскажет на меня Батюшка говорит, расскажет обязательно Так почему, что не учил? Приехали в Славгород Там Серафим, архимандрит И тоже зашел в алтарь А я в это время к ней Она стоит в шинишке поддернула И там, конечно, крестить негде где-то Я говорю, а вы во Христа верите? Во Христа? А зачем он мне нужен? У меня неприятности БХС проверяют Это раньше было А из-за прилавка Выскочил Вы что хотели? Я говорю, я спросил Я у нее крестная Батюшка договорились Не трожьте ее, отойдите Я говорю, вижу, семиглавы извели Все, опутал А она вообще не имеет веры И она будет думать, что крещена До этого она еще сомневалась Теперь полностью намертво закрыли Однажды идем в занятия с университета И один новый мужчина Идет такой представительный Да, на каких я занятиях побывал? Вот теперь я могу сказать, что по-настоящему верю Такие слова услышали для проповедника Знаете, какая радость Я маленько прошел и говорю И как вы поверили? Я теперь точно знаю, что я неверующий Я так ждал, он скажет А всплески верит А он думал, что верующий А побыв на занятиях, он понял, что неверующий Но по большому счету это тоже достижение Это открывает ему дверь к познанию Вот в этой обстановке Многие нас не понимают И говорят, ну вот все понимаете Вы самый настоящий протестант Православие Как вы можете там находиться? Я не нахожу другого места Я не могу Говорят, а где границы церкви-то? Я выражусь не вашим языком У меня свое понятие Границы церкви я четко знаю И ни шага дальше Они там, где православие Где старобрящество, где есть священство Где независимо, там старостерильники Там рукоположные Католические, старые, но Со всеми их заблуждениями Со всеми ересами Где есть рукоположенные осталось Грегальные армяны, копты и свирцы Все, дальше никуда нет Так они не так Мое понятие такое Потому что никогда Господь не говорил Что если, заметите, священство не такое То идите к филистимлянам Нет, они боролись здесь Это мое понятие И меня никто не переубедит в этом Не переубедил, по крайней мере И поэтому я нахожусь в церкви А вы хорошие, добрые, милые Но вне церкви Ну, говорят, а что бы вы сделали Для приобретения там баптиста Ну, я его при никакой роли не играю Но я бы сказал Если бы вопрос ставил Если у них нет икон Не принимать Я бы стал напротив Даже без икон Но чтобы нигде ни один баптист Научите, что это изображение Это то, что воплощенное И можно теперь реально представить Это реальность Но цитировать Григория Палому Я бы не стал Хотя его, говорится, считал Но они скажут А нам мощи не нужны А относительно мощей Я сторонник, чтобы все изъяли И похоронили с почестами У меня тут сходится А еще что По всем вопросам можно найти Кроме одного рукоположения А остальное Хулу всякую из них выбить Вот есть такая книга Питер Гилквис Не читали? Возвращение домой Две тысячи сектантов Как сразу присоединились К православию Американские В Америке Да А теперь есть В аудио Как они говорят И спустя столько лет И проще Я очень близок к этому И они как Вот собрались Они руководители И видят, что Ну не то совсем Как этот баптист говорит Я вот знаю Я рожден свыше Исполненный Духом Святым Но ты следуй себя Я вижу Я стою на месте Я не могу двигаться И он У которого Получили мы Его звать Игорь Я говорю Объявил пост А это в Иркутске Да Которые были в Иркутске Сейчас мы у него были Получили Вот Евангелие Которые Я говорю Это в церкви возможно Чтобы священник Благословил И демоническая сила Отступила от вас Я не могу По-другому сказать И когда молились Он рядом Сидели за столом Он прислуживал Я вспомнил Авраама Как Авраам прислуживал Когда были Этот человек Ну иеретик Но столько в нем Набороты И внимания И думаю Он может задуматься И мы остались Киснем православии Трехтомник И поэтому Вот сегодня Нигде нельзя поставить Определенную точку Все и кончено Нам нужна Конкретная программа Она у меня есть И главное это Что во всем Главное Главное Это движущая сила Дух Святой Когда говорят Просит хлеба Даст ли камень Просит рыбу Даст ли змею Перечисляет Бог И просящему Даст духа Да о духе там Речи не было В чем тут подсунулось Дух то Просящим хлеба Даст духа Просящему рыбу Даст духа Во всем Что создано В православии Я нахожу У русских конечно Ничего выше Выражения Серафима Масаровского нет Стижание Духа Святого Мне трудно понять Что именно он Это сказал У меня доказательств нет Но я верю в это Больше этого Ничего нету Вообще не существует Если по большому счету То все остальное На втором и третьем месте Как он мог это выразить Такую отнятую форму А то что спасутся тысячи Я во-первых Не верю что он сказал И нигде не спасаются Стижи дух мир Я говорит Мирин заговорил Никвой неопайн Он был немирный Что с ним делать Это неверное Это вредное выражение Это может быть Приписывают ему Но вот этим Он покрывает все Стижание Что слово Стижание Духа Святого Как До какого времени Где Вот мы молимся Я не сказал Вот когда мы дома Молимся И дорога Мы миряне все здесь Тут Я чтец только И ты чтец Да Вот в конце молитвы Когда мы все Помолились Закончили чтение Псалтыри Там утреннее правило Теперь эту сотницу Прочитали Ну вставляем Свои слова И в конце Мы все Простираем руки Стоим Без гнева И сомнения На всяком месте Мы мужи Не написаны священники И просим Господи Соедини нашу молитву С молитвами всех святых Молящихся на небе И на земле И услыши молитву Всех Кто молится Обладить для нас И приеми нашу молитву Всех заповедовавших Нам молиться И после этого Такие слова Господи Владыка Говори Слушай Трапой И полное молчание Мы стоим Слушаем Кому что Бог Положит на сердце А в церкви у нас Служба с пяти Обязаны все войти И встать на свое место В это время Я как староста Захожу И объявляю Встанем все Для молитвы Все встали Семь минут Полное Гробовое молчание Мы углубились Благодарность Богу Чтобы у священника Было Как мы называем Огненное служение Несомное Семь минут Подготовка После этого Открывается Врата Началось служение Это у нас уже Принято Установлено Если кто-то Посягнет Мы ему докажем Необходима Живая связь с Богом И еще Что у нас есть Вот Считает Андрей Критского канон Всегда одно и то же Там 502 события Ветхого завета Он приспособил По милу мя Божьей Я абсолютно не согласен Почему В первую очередь Чем вызвал этот канон Канон этот Вызван Глубоким падением Андрея Критского Таким каким Никто из нас не падал Как Давид По милу мя Божьей Почему Ну два смертных греха А он что сделал Он подписал Анафию Шестому Вселенскому собору И он всю жизнь Казнил себя этим И он написал Это для оглашенных Там для верных Ничего нету И поэтому Мне это положено Я считаю От Бога И ничего не меняю В каноне Я только события Эти же самые Третью часть Перевожу На вторую ступень Благодарения И третью часть На словословие Господом За первую Слава тебе Боже Слава тебе Допустим Ну первую Возьмем Об Ионе Иона говорит Согрешила Ниневия А Непаль Я такой же Помилуй меня Божий Я говорю Даже Теперь на вторую ступень Ниневия согрешила На милосердие Божие Великое Это все поется Так же И вот Ты помилуй меня Я такой же Я ныне живой Стою перед тобой Да величит душа моя тебя Благодарим тебя Боже Благодарим Третье Тоже событие Вот Ниневия Пала Но любовь твоя Такова Что не желавшего Ити к ней Пророка Ты посылаешь И народ Этот обращается И он теперь Словословит тебя И мою молитву Соедини С народом Покаявшимся Знающим Где правое Где левое Слава тебе Боже наш Слава тебе То есть Весь канон Должен еще Ну конечно Не сразу считать Это просто Отмазка одна А мне Да что ты На себя берешь Кто ты такой Да тысячу лет Тысячу сто лет было Беру Да я ничего не меняю Я нигде Ничего не толкую Вот в трехтомнике Я только усиливаю Крупным шрифтом И дальше Даю 227 комментариев Что мы все Должны участвовать В этом Как отец Кирилл Сахаров Был Ну он везде Опубликовал Это Игнатий говорит Что литургия Должна быть Вся наша жизнь А почему не так Отслужило теперь Что я уже не воин Я забросил свое И ушел Я всюду и везде Должен видеть Все превозмогающую Любовь Божию Поет ли птичка Растение Летит ли бабочка И все это для того Чтобы познав Творца Я постарался Вознести дух Свою Богу В этом все Если этого нет Мы не достигли Нет сродства Серафим об этом и говорит Почему Служба Которая нас томит Она была сладостна Его выводили Как сказали бы В прострации Что служба кончается Да вообще кончилась Но почему она так быстро кончилась Почему Потому что дух Человека Поднимает на другую ступень Это Это умом нельзя понять Почему ты радуешься А я не радуюсь Вот меня спрашивают Ну пенсионеры все говорят А чем болеете Я говорю А что это такое Я не аду таблетки За всю жизнь не съел Болеет Свербит Но это не болезнь Это сигналы смерти Я не лечусь Каждое утро Это просто Только святая вода У меня больше ничего нет И что это все Ну я знаю Пять не Которые Не должны болеть В первую очередь Не злись Не завидуют Не ревнуй Все это И вот это помогает Человеку сохранить До 90% Это на нервной системе А проповеды Я в интернете У меня 5Б Вмонтирую в любую пробу 5Б Первое Бог Я всегда говорю о воде Второе Святая Библия Б Третье Благословение Я иду за богословением Благовестие И все это для будущего Я в самую маленькую проповедь Стараюсь монтировать Это 5Б Я каждое слово Б Я нахожу в слое Божьем Поэтому Ну Меня Нападать не надо Потому что я все время двигаюсь Говорю А вы бьете по пустому месту Вы присоедились Плохо А я уже Я уже вот Был в Тайшете Я уже здесь Вы меня искали в Бакане И почему Бог благословляет Не на одном месте Поэтому тактика меняется Мы поезжаем Поехали Я постоянно говорю Опыта никакого на дальние поездки Мы в окрестностях Двухсот километров Там все засеяли Теперь поехали Господи Дай нам молитвенника И опыт Чтоб мирно было Чтоб народ воспринял Найти нужное слово И вдруг едем в палатку Новая жизнь Сектанты И вдруг выходим У нас жезла у всех Написано Евангельский посох Ну от собак Отдеваться Там на них Паника пришла И они Со всех сторон А вот как тут Матрону привезли Я только ответил Не надо А вот икона Я говорю Кто старше Вы все хором кричите Ну вот старше Стал говорить Мы показывают Вы верите Что апостолы Получили Духа Святого Ну да Ну как не получили Когда написано Ну а вы верите Что Соломон Строя храм По Божьему повелению Делал Потому что Облако наполнило храм А они не знают А в какой храм Приходили апостолы Христос Соломонов Ну а куда тогда Дед 25 глав Четвертая книга Сарс Когда изломали море А у тебя как написано Они не знают Писание А в храм Который приходил Христос И сказал Дом мой Как он был устроен Были иконы Какие иконы 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 Это изображение Были 41 глав 17 стих Из Икиля От пола Потолка Внутри и снаружи Ну ладно Не будем Другой нет Начали Давайте до конца Апостолы В 3 главе Шли в храм Молитвы Час 9 А в 2 главе Получили Духа Святого Они шли в капище Или в храм Ну ладно Давайте другое Это явно Что уже полностью Они уже руки издали Ну Вокруг окружились Загорготелись Но им уже брошено Семьи И Ну там Были мы не больше 20 минут Наверное где-то Мы едем Мы проповедники Это все по большому счету Слабенькие Но мы доверяемся Богу И вот с ними столкнулись Там брошено И они не могут понять Загадка Православные Неправославные Они к нам детей подослали Мы им дали Новый завет И видим в окно Они Водители может там Отдают брошюрки Они еще не поймут Почему? Потому что Жизнь во Христе Тебя делает неузнаваемым Для самого себя Ты встаешь Вот я когда обратился И Я другой И что я любил Хотел Как Тогда Геннадий Григорий Якоб Отстать от матерков И проще Я даже Ты не ругаешься Товарищ Спросил Я стал припоминать Да я даже забыл Что я ругался Вот Это и есть Благодать Духа Которая человека Возводит на иной ступень И когда мы проезжали Где говорили Явного сопротивления Среди православных Нигде нет Ну нам Рекомендации давали Кому заехать Отец Василий Там сказал В Иркутске Люди Просто жаждут Знать истину Нужно образовывать Эти кружки Вот у меня Открытым оком Третий том Там именно Об этом говорится Евангелие от Марка Сколько человек Как задавать вопросы И новая группа Это костяк На который священник опирается Что сделать Мгновенно Все делается Ну это уже Просто опыт Так мы пошли А вот такая книжка у вас есть Я с места где поехал Все Да ладно Отец Пришел что-то О Понятно А что это Спасибо Христо Кто надо У нас пятеро Положите Всем подводим Так От Надежды Василины А толкование на эквизиастов У вас есть? Есть Это что там? Полкование на эквизиасты Их есть Есть Это есть Получили Так От Надежды Васильевны Вам земной поклон И батюшка еще звонил И просил передать поклон И Ты очень помни Мы все тебя любим Как только будет возможность Загляните Хорошо Храни Господь Видите как Вас не было Вы приезжаете И наше путешествие В день в день Столкнулось как раз здесь На это тоже можно считать Милостью Божьей Вчера мы вас не могли достать А нас и не было здесь Мы все молотили Дорогу еще Все Открываем ворота И уходим Так Ничего не забыть Ничего не забыть Ничего не забыть У нас всякие занятия Так Нам воды не надо заливать Нет Все Так Коробки вынесли Надо посмотреть Так Посмотрите Где коробки Пустые коробки Посмотрите Ведем По-моему Корен Если есть Взять Так Мы дома будем Может быть Через неделю А может быть Дальше Сейчас Путь у нас будет другой Там один человек У нас Потом С нами Поедет Через Пленки Обратился И приехал Принял Крещение Давно А с ним Еще одна душа Там еще Кто-то Идет Поэтому Сеянная Не сразу Сходит А это было Давно Когда А он по телефону Сборит Это ваш голос Насчитывал А там Пленка Слушает Даже Ничего Затертая Ну а теперь Там гром У него все Есть И теперь Он уже Идет И сам Там Благоествует Людям Нужен Христос Показать Его Что Вот я Такой Я не Он поднял Меня и наградил Талантами Вообще Это не знал Даже И выпрашивал Бога И притом Не с приступом Да будет Воля Твоя Вот это Прости основное Молитие Доверие Бога Во всем Уходит Так Так Видишь Где Видишь Батюшка Сейчас отдельно Сфотографируемся Ладно Давайте А потом Все вместе На улице Наверное Вот здесь На фоне Храни Так Фотографируйтесь На фоне Храма Мы стоим Вот так Вот Чтобы Ребята Откуда Фотографируют На солнце Что мы стоим Ничего Повернуйся Вот так Иначе Они не получат Фотографию Так Братят Не встаньте Я вас Потом Давай Я засниму Потом Меня Присядь Чтобы Купол Попал Сделать Еще Контроль Посмотрим Хорошо Ну все Теперь Общий снимок Николай Скажи Чтобы все Подожди Николай Позови Общий Попал Чтобы попали Все Напали О Знаете Да Так Остановись Рядом А потом Сережа Ставим Так Подождите Батюшку Середину Пожалуйста А то я один захватил Позицию Несколько суньков сделаю Так С моего Сними Теперь так Сего Нет Сделай ты сам Ты уже сфотографировался Давай Ниже Ниже Прям Садись Чтобы крест Все Вошли Посмотри Вот Отсюда Хорошо Что и небо там И Перепутал Все Все Собежаемся Ну как я рад Подоговорили Разговаривали Рассказывал Ну путь Ты не Едем Сюда Нет Откуда Что Хотел Как Маршрут Чтобы Попасть К этому Дреб А его делать Надо Посмотреть В одном Не Приняли В Другом Закершали А еще Несколько Ни раньше Ни позже В одно В одно И то же время Представьте Мы едем От Байкала С Алтаев А вы С Португали И соединяемся В одно Время Здесь Притом Без договоренности Ну как В этом Не усматривать Ответ На молитву Вот это Я всегда Подчеркиваю Что нужно Быть Внимательным Просимым Что Бог Реален Он Рядом И что В молитву Православные Все время Вмонтировали Слова Благодарю Тебя Господи Что ты меня избрал И поставил В православную Веру Я мог оказаться Сыктанком Мог идти По мусульманинам И это Незаслуга И необъяснимое Явление Почему я здесь И как я должен Ценить И показать Что ты Господи Не ошибся Что ты меня избрал Вот это Конечно Такие слова Не подходящие К Богу Но Понятно О чем мы говорим А машина Тащает Это Моя Как Вы сам Едете Есть Дел И за Долго Так Ну вот Слова Давайте С Богом Продолжение следует...